Недавно пришел вопрос, в котором спрашивают ваше мнение о блогерши Шульман. Как? Шульман. Екатерина, если не ошибаюсь. А, это такая, которая... На эхе Москвы, да, там что-то. Я это не слушаю, эхе Кремля, но вот это, если я не ошибаюсь, которая пищит, да? Так, трендычит. Ну да. Ну, быстро, да, да. И-и-и, вот это вот, значит, и-и-и, демократия, и-и-и, либерализм, и-и-и, либерализм. Все это, ой, ужас какой-то. Такое словесное бешенство матки и банальность. Такой эрудированный климакс. Вообще, для меня это не женщина, и для меня это не анализ. Мне действительно где-то в декабре присылали пару роликов, я пытался честно, чтобы ответить на какое-то мнение, сказать. Я 30 секунд слушал и выключал, потому что это невозможно. Это неслушабельно. Но, еще, по-моему, она, если не ошибаюсь, могу ошибаться, конечно, она еще, по-моему, в какой-то путинский совет крепостных членов вошла. Не знаю, они суетятся, как они все, в общем, многие суетятся. Это отчасти у них национальная. Не нужно так суетиться. В каждой бочке затычка. Созерцать не умеет. Побежал, вернее, тапки в путинский совет. Я не понимаю. Для меня главное – это эстетика и смысл. И вот этот писклявый, истеричный, климаксический голосок – это неестественно антиженское существо. Не понимаю. Зачем, для чего? Она ничего умного не сказала. Какая-то банальность. Но главное, что это нельзя слушать. Это как ремонт у соседей. Может быть, не в ближней квартире, а в пяти квартирах от тебя. Ну, черт, давай дальше.